Немецкие байкеры в Сирии воюют против исламского государства, а в Германии и Австрии массовые аресты завербованных террористами. О немцах по обе стороны конфликта подробнее Кирилл Евсеев. Калашников за спиной и никакого камуфляжа. Воюют даже в байкерских жилетах. Эти фото публикуют у себя на стене члены немецкого мотоклуба Median Empire из Кёльна. Они отправились в сирийский город Кабани помочь курдам в борьбе против боевиков исламского государства. И пишут на своих страницах в соцсетях у диванной сотни. Мол, пока остальные болтают и болтают наши ребята на передовой. Но кто же мог поехать из тихой Германии сражаться на восток? Это курдые мигранты. Полиции говорят, так они завоевывают авторитет, как бы запугивают другие мотобанды. Действительно это или нет, но в Кабани сейчас нелегко. Город в осаде. Если он окажется в руках боевиков, все смогут получить контроль над большим участком сирийско-турецкой границы. А в это время в Западной Европе активно ищут джихадистов. На днях в Германии и Австрии задержали троих человек. Всем до 30. Все были в разное время в Сирии и Ираке. И все связаны с террористами, уверены прокуроры. И опять же, это выходцы из Ирака и Турции, давно переехавшие на ПМЖ на запад. Коренным немцам и австрийцам конфликт на востоке абсолютно не нужен. Но восточные диаспоры тут разрослись. Не на шутку. Очередных желающих примкнуть террористам спецслужбы поймали просто на границе. А вот за помощь таким будущим боевикам добраться до Сирии немецкая полиция задержала первого россиянина. Известно о нем пока немного. Зовут Юсуп, ему 28. Кирилл Ивсеев, Павел Исенко, Центральное европейское бюро телеканала Интер.